Улучшение качества медицинского обслуживания, привлечение в Республику узкопрофильных специалистов, внедрение в систему здравоохранения новых медицинских технологий. Об этом сегодня говорил на пресс-конференции вновь назначенный министр здравоохранения и социального развития Суслан Наниев. На сегодняшний день перед министерством стоят важнейшие задачи, которые нужно решить за максимально короткие сроки. По словам Наниева, в первую очередь нужно наладить систему в сфере оказания первичной медицинской помощи. Будут введены планы оказания первичной медико-санитарной помощи. Будут выделены группы пациентов с повышенным риском склонности к тому или иному заболеванию. Население по этим группам будет приглашаться на дополнительное обследование в планном порядке, что нам позволит в дальнейшем в планном порядке проводить госпитализацию и оказывать специализированную медицинскую помощь. Эти мероприятия приведут к увеличению качества жизни нашего населения и как раз к снижению смертности. Задача следующая. Качественная нагрузка на первичную медико-санитарную помощь, которая приведет к уменьшению нагрузки скорой медицинской помощи. В ближайшее время также начнется работа по диспансеризации населения республики. Будет сделано все возможное для того, чтобы диспансеризация прошла на высоком уровне, была доступной и эффективной. Это обязательное мероприятие, которое позволит выявить различные заболевания на ранних стадиях. Диспансеризация и нужная сеть будет строиться на тех же самых принципах. Принцип доступности, принцип эффективности с точки зрения медицинской эффективности, с точки зрения социальной эффективности. Вот эти три принципа, на которых будет строиться диспансеризация. То есть задача в ранние сроки выявить заболевание, если такое имеется и соответствующим образом это заболевание отреагирует. То есть задача первая – выявить заболевание, второе – предложить наиболее оптимальный метод лечения. В республику также будут приглашены узкопрофильные специалисты, в которых остро нуждается медицинский многопрофильный центр. Более того, в скором времени к работе приступит специалист по протезированию крупных суставов. Все необходимые условия и медицинское оборудование для этого есть. Мы планируем открыть новое направление специализированной медицинской помощи. Уже есть договоренность с специалистами РФ. Планирую начать протезирование крупных суставов на территории Южной Осетии. Для этого у нас все есть. В ближайшее время будет отправлен сотрудник наш для обучения данному виду протезирования. Журналисты интересовались и готовностью Минздрава в случае новой волны коронавирусной инфекции. Наниев отметил, что работа по оснащению больницы уже началась. В ближайшее время медучреждения также снабдят новыми эффективными и проверенными лекарствами. Кроме того, продолжается работа по вакцинации населения. Каждый день препаратом «Спутник Ви» прививаются порядка 20 человек. В случае необходимости партии российской вакцины будут увеличены. Продолжение следует...